МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день, выходя из дома, хотим, не хотим, мы становимся участниками движения. Каждый день город и его дороги предлагают нам непредвиденные ситуации. Как не попасть в ненужную и с честью выйти из той, в которой уже оказались, поможет разобраться наша программа. Многие автомобилисты обратили внимание, что загадочные буквы АУ появились на многих светофорах нашего города. Каких только легенд не ходит, что означают эти две буквы, но сегодня в программе вы узнаете, что же все-таки они означают. Вы смотрите Автограф. Я Александр Холдов. Сегодня в программе. Многие задают вопрос, что такое АУ, и сразу же раскрою секрет. Похожую систему вы видели, когда ручной инспектор ГИБДД регулирует дорожное движение. Где-то подольше, где-то поменьше, и пришлось начать считать секунды. Здесь как раз вот эта зеленая волна должна работать практически круглосуточно. Скоро, наверное, настанет счастливое будущее, и вообще светофоры будут с искусственным интеллектом. Многие задают вопрос, что такое АУ, и сразу же раскрою секрет. Это не то, что думают многие водители, что светофор сломался и таким образом подает сигналы ремонтной бригаде о том, что что-то с ним не так. АУ это, по сути, самый последний современный этап развития управления светофорами – адаптивное управление. Именно это означают эти две буквы. Объекты сосредоточены по всему городу, нету засилий в каком-то определенном районе, примерно равномерное распределение. Суммарно их порядка уже 250 адресов, где работают такие режимы. Адаптивное управление, когда светофор знает, сколько автомобилей едет сто или с другой стороны, считает поток и в зависимости от этого переключает фазу работы светофора. Кстати, наверное, похожую систему вы видели, когда вручную инспектор ГИБДД регулирует дорожное движение, и он старается все машины сначала выпустить на дороге, а только после этого переключить светофор. Именно это делается, но в автоматическом режиме, в режиме адаптивного управления. На светофорном объекте стоят комплексы детекторов, они работают на базе анализа видеоизображений, а контроллер, который переключает сигналы светофоров, анализирует данные, поступающие с этих детекторов. Если в период опроса существует занятость определенных виртуальных зон, говорящие о том, что идет поток и существует очередь на перекрестке, контроллер имеет возможность продлевать зеленый сигнал в этом направлении. 15 января 1930 года именно здесь появился первый светофор не только в Петербурге, но и вообще в нашей стране. Это был 30-й год, это был первый светофор, как вы понимаете, сейчас уже совсем другой он технически, но светофор продолжает регулировать дорожное движение на этом перекрестке до сих пор. Через какое-то время стало ясно, что недостаточно просто включать зеленый, просто включать красный, нужно, чтобы был какой-то цикл работы, чтобы какой-то интервал был где-то подольше, где-то поменьше, и пришлось начать считать секунды, начать регулировать дорожное движение не только установкой светофора, но и его настройкой, настройкой его режима работы. Первыми начали считать циклы работы светофора еще в ГАИ. Сейчас ГИБДД, и у нас граждане по старинке продолжают писать письма Госавтоинспекцию с просьбой посчитать режим работы светофора, как-то изменить его, хотя давным-давно уже занимается этим город, а точнее дирекция по организации дорожного движения. Но вернемся обратно к расчету режима светофоров. Для того, чтобы рассчитать режим работы светофора, предстояло выполнить огромную работу. С самого утра приезжали и начинали подсчет. Количество проезжающих автомобилей, количество проходящих пешеходов. Причем в каждый час нужно было подсчитать отдельно, потому что утром, может быть, все едут на работу, а днем вообще никто на этом перекрестке не проезжает, или очень маленький трафик. Соответственно, все это фиксировалось, все это документировалось. При этом секундомеры обязательно посмотреть, интервалы все это просчитать, все это записать и в кабинет. Дальше логарифмическая линейка, дни бессонные и ночи бессонные. В итоге появляется цикл работы светофора, по которому он должен работать, и все будет тогда идеально и без пробок. Считалось, что один раз настроили так светофоры, и дальше все, наступило счастье, можно больше к этому светофору не подходить. Это было раньше, еще при Советском Союзе, ну а сейчас мы имеем целых пять различных уровней управления светофорами. Об уровнях управления светофорами поговорим чуть позже, а сейчас с вами сходим в то здание, где управляют практически всеми светофорами в нашем городе. Мы находимся в центре управления движением в Санкт-Петербурге. Здесь вот с помощью этого пульта, с помощью этой системы управляется 62% светофоров на территории нашего города. Надеюсь, скоро будет 100%, но пока вот охват очень большой, но все-таки не 100%. Первый уровень базовый, он работает всегда и рассчитывается для всех абсолютно светофоров, которые работают в нашем городе. Режим работы светофорного объекта рассчитывается на основании транспортных обследований специалистов в разные характерные периоды в зависимости от времени суток. И эта программа меняет свои длительности в зависимости от времени суток. При наступлении, допустим, 0 часов включается одна программа, при наступлении 7 часов утра другая программа, в 6 часов вечером третья программа и так далее. Это самая простая автоматика, называется она календарная. Очень просто определить, в каком режиме работает светофор. В автоматическом, адаптивном управлении или базовый режим. Если вот здесь вы видите цифры обратного отсчета, это означает, что светофор работает в обычном базовом режиме, потому что когда светофор адаптивно подстраивается под режим работы, невозможно определить, сколько секунд еще будет гореть тот или другой цвет. Второй уровень управления светофорами называется план координации. А еще мы любим называть его «зеленая волна». Вот такие вот красивые слова. И раз уж мы заговорили про разные термины и красивые слова, давайте вспомним еще один временной сдвиг. На ряде трасс Санкт-Петербурга реализован алгоритм зеленой волны, так называемый алгоритм координированного управления светофорными объектами. Существуют на сложных магистралях разрывы в этих координациях. Это связано со сложностью узлов. Например, Невский-Садовая. Это достаточно непростой узел с трамвайным движением, где, так или иначе, мы должны разорвать эту координацию. Поэтому координация там действует условно с площади Восстания до Садовой и от Садовой в сторону уже Адмиралтийского проспекта. Вот, например, Московский проспект. Сейчас день, поэтому между светофорными объектами нулевой сдвиг, так как нет ярко выраженной миграции транспорта. Утром мы бы увидели совершенно другую картину. Мы бы увидели сдвиги, направленные в сторону центра города, а вечером, соответственно, в обратном направлении. Давайте сейчас проведем эксперимент. У нас в городе есть несколько участков, где есть так называемая зеленая волна. То есть, если ехать все время прямо по одному и тому же маршруту, то должен быть все время зеленый сигнал светофора. Например, Московский проспект, Лиговка, Литейный. То есть, вот есть участки дорог, где работает зеленая волна в определенное время. То есть, например, вечером, выпуская автомобиль или утром запуская в центр. Один из таких участков находится здесь, от Исаакия по Вознесенскому, в сторону Садовой. И чем примечательно, здесь как раз вот эта зеленая волна должна работать практически круглосуточно. Надо просто стартануть, соблюдая правила дорожного движения в начале магистрали. И соблюдая правила дорожного движения, с большой долей вероятности на тех магистралях, где планы координации или зеленые волны работают, вы проедете всегда под зеленый сигнал. Специально остановлюсь. Одна секунда осталась, чтобы чистый был эксперимент. Вот как загорится, я поеду по зеленой волне, надеюсь, прямо. И посмотрим, будет ли всегда мне зеленый сигнал, если я буду соблюдать скоростной режим и ехать по Вознесенскому проспекту. Вот здесь вот он должен работать. Итак, сейчас осталось буквально 5 секунд. Мы стартуем и должны дальше проехать, не остановившись. По крайней мере, так должна работать зеленая волна. Зеленый загорелся. Стартуем и посмотрим, удастся ли проехать по Вознесенскому без остановок. При этом, кстати, нужно соблюдать скоростной режим, поэтому я стараюсь ехать со скоростью, которая близка хотя бы к 60 км в час. Но сейчас несложно мне это делать, потому что впереди машины тоже едут ровно 60. Зеленая волна рассчитывается под скорость 50 км в час. Открываю вам секрет. И вот первый момент сразу же, первый светофор мне показывает, что нет у меня никакой зеленой волны. Или рассчитано было на меньшую скорость, или наоборот, надо было сразу же разогнаться до 60, и я просто не успел. Зеленая волна рассчитывается под скорость 50 км в час. Может быть, следующий светофор у нас будет работать так, как положено. Загорелся зеленый. Разгоняемся. И, кстати, да, смотрите, я подъезжаю к следующему светофору, и загорается зеленый сигнал. В принципе, если бы здесь не стояли машины, то я бы даже не притормаживая поехал. Подъезжаем к следующему, опять загорается зеленый, и, опять же, если бы не машины в пробке, я бы сумел проехать. Но вот, может быть, сейчас разгонимся вместе с теми машинами, и сможем поехать дальше. По крайней мере, следующий сигнал светофора опять зеленый. Если бы вот здесь мы не замешкались, это была бы зеленая волна. То есть мы реально бы в него успели попасть, но мы и так вот с натяжечкой, последние 2 секунды, но успеваем на зеленый проехать. Успеваем. Но вот скорость, как раз вот, которую рассчитывают, не обязательно 60. 50 километров в час. 50, скорее, расчетная скорость. И мы из-за того, что поток тормозит, примерно с этой скоростью едем. Успели на зеленый проскочить. И следующий светофор, к которому мы подъезжаем, точно так же мы успеваем проехать на зеленый. Вот в последние секунды, но не из-за того, что я где-то торможу, а просто действительно пробка. Вот автомобили какие-то пытаются передо мной проскочить. Они же не знают, что мы эксперимент проводим. Поэтому можно организовать зеленую волну, но все-таки ее надо немножечко корректировать с учетом того, что пробки в нашем городе подольше надо, чтобы горел зеленый. Смотрите далее. Вот этот стенд специально демонстрирует возможность адаптивных светофоров. Естественно, когда мы видим буквы АУ на светофоре, то вот такая вот кнопка, которая в ручном режиме переключает светофор, кажется уже устаревшей. Когда они есть практически везде. На всех светофорах, на автобусах, на трамваях и троллейбусах. Интересно, есть ли эффект от этого развития управления дорожным движением меньше ли пробок? Ранее в программе. Многие задают вопрос, что такое АУ, и сразу же раскрою секрет. Для того, чтобы рассчитать режим работы светофора, предстояло выполнить огромную работу. Нужно, чтобы был какой-то цикл работы, чтобы какой-то интервал был. Вот автомобили какие-то пытаются передо мной проскочить. Они же не знают, что мы эксперимент проводим. Электрический баллонный ключ. Длинный шнур от прикуривателя. Три метра. Идеальная постановка. Привет! Сегодня в рубрике, ну и гаджеты, электрический баллонный ключ. Он автоматически работает от прикуривателя. В комплекте с нашим гаджетом поставляются две головки с четырьмя самыми популярными размерами. 17-19 и 21-23. Эти головки очень легко крепятся на устройство. Буквально одним движением руки мы закрепили головку, и устройство готово к использованию. К устройству прилагается длинный шнур от прикуривателя. Три метра. А также, если вдруг у вас не работает прикуриватель, всегда можно подключить непосредственно как аккумулятор с помощью крокодильчиков. Прежде чем наше устройство заработает, нам нужно завести автомобиль. Затем подключить удлинитель к устройству. Берем вторую сторону удлинителя. Красный светодиод говорит нам о том, что устройство готово к работе. Давайте проверим. Нажмем на кнопку и проверим, как работает устройство. Есть контакт. Ну что, проверим устройство в действии. Вставляем нашу головку. И нажимаем кнопку против часовой стрелки. Вот наша гайка. Целая и невредимая. Устройство отлично справилось с выкручиванием. Теперь мы можем проверить обратный процесс. И вкрутить гайку на ее законное место. Для этого мы нажимаем другую кнопку по часовой стрелке. Отлично. И еще разок. Все. Докручено. Идеальная постановка. Устройство отлично. Испортить, пережать гайку просто невозможно. В комплекте есть белые перчатки, но они мне не понадобились. Мои перчатки остались чистыми. Увидимся. Пока. Смотрите далее. Ну как раз здесь весь секрет кроется в том самом адаптивном управлении. Мы подсказываем сами системе, пора переключиться. Все работает в режиме одного единого организма. Третий уровень управления светофорами очень похож на любимую нами зеленую волну, но здесь добавляется уже автоматика. Специальный контроллер на перекрестке может увидеть, что слишком много автомобилей или слишком мало автомобилей, но как правило много, и продлить все-таки зеленую волну для того, чтобы машины как можно быстрее выехали с перекрестка. Мы можем продлевать зеленый сигнал не бесконечно долго. Этим занимаются специалисты-технологи. Они по каждому адресу рассчитывают как раз параметры минимального горения и максимального горения. И принимают решение, собственно, о технологии переключения этих режимов. Это очень сложная технология. Вот этот стенд специально демонстрирует возможность адаптивных светофоров. То есть определяются датчиками положения машины и переключаются режимы работы светофоров в зависимости от того, как подъезжает автомобиль. В данном случае игрушечный, потому что этот стенд в первую очередь демонстрируется на выставках. Вот здесь расположена зона детектирования, которую видит, соответственно, детектор. Мы на нашей визуализации видим, как детектор распознал грузовик. И, соответственно, это имитация транспортного потока. То есть на перекрестке есть транспорт по данному направлению. Как только мы имитируем разрыв в транспортном потоке, детектор это видит. И сейчас мы увидим, как закончится транспортная фаза через 3 секунды. Вообще, когда вы видите режим АУ, то нету цифр обратного отсчета. Казалось бы, что за безобразие. Мы так привыкли, что нам подсказывают, сколько времени до переключения светофора. Но как раз здесь весь секрет кроется в том самом адаптивном управлении. То есть светофор переключит тогда, когда будет нужно. Когда алгоритмы посчитают, что именно сейчас нужно переключать, а заранее они это не знают. Поэтому или адаптивное управление, или привычные удобные цифры, которые считают, сколько осталось секунд. К сожалению, вместе это совместить не получается. Четвертый уровень управления светофорами. Это еще более сложная конструкция, когда несколько зеленых волн, пересекающихся друг с другом. И чтобы управлять вот этим вот сложным вариантом организации дорожного движения, специальные есть библиотеки. Это не книги, это таким образом сохранены разные режимы работы светофоров. И из специального центра управления дорожным движением включается та или иная библиотека необходимый интервал времени. По характерным периодам, либо по характерным данным от детекторов транспорта, выбирается наиболее подходящая зеленая волна с определенной длительностью. Естественно, когда мы видим буквы АУ на светофоре, то вот такая вот кнопка, которая в ручном режиме переключает светофор, кажется уже устаревшей. И непонятно вообще, работает она или нет. Я могу сказать, что отчасти она все-таки работает. То есть вручную вы, естественно, режим не переключите, но если вдруг со всех сторон пешеходы начнут вот такие вот сигналы подавать адаптивной системе, то она раньше переключит светофор для того, чтобы пешеходы перешли. Потому что это, по сути, один из датчиков, только работающий вот в таком вот полуручном режиме. То есть мы подсказываем сами системе, пора переключиться. Перед нами пример работы детекторов транспорта на проспекте Наставников. Мы видим, как проезжает автотранспорт и как детектор регистрирует его проезд. Соответственно, при выявлении разрыва в транспортном потоке, когда транспорта нет, задержка для пешеходной фазы, которая вызывается по кнопке, минимальна. Пятый уровень – это уровень будущего, когда датчики есть не в 60% светофоров, как сейчас в городе, а когда они есть практически везде. На всех светофорах, на автобусах, на трамваях и троллейбусах, на других каких-то объектах. Вся эта информация собирается в единый центр, там анализируются, и светофоры переключаются уже в зависимости от того, что происходит в городе. То есть все работает в режиме одного единого организма. Есть прецеденты, есть опыт, есть знания, есть наработки. Но мы к этому движемся уверенной походкой. Очень часто режим работы светофора подстраивается не только под пешеходов или автомобили, но и вот, например, под скоростной трамвай Чижик. Естественно, у него есть некий приоритет. Естественно, если он приближается к перекрестку, вдруг мы увидим, что загорается зеленый сигнал светофора, и трамвай пролетает без остановок, практически без остановок. В рамках создания приоритета трамвая Чижик в Красногвардейском районе светофорные объекты по пути следования трамвая также были оборудованы системой адаптивного управления транспортными потоками. Пример регулируемого пешеходного перехода. Алгоритм работы следующий. Пешеход подходит и нажимает на кнопку, чтобы вызвать фазу. Если есть разрыв в транспортном потоке, то пешеход с минимальным ожиданием может перейти дорогу. Контроллер светофорного объекта знает, что трамвай подъезжает к пешеходному переходу и, соответственно, может заранее выключить разрешающий сигнал для пешехода и тем самым обеспечить безопасность движения трамваев. Вместе вся эта система обеспечивает сокращение задержек для всех участников дорожного движения. Еще один вариант, когда светофор работает адаптивно, подстраивается под пешеходов, подстраивается под транспорт. Вот такие вот черточки. Не обязательно буква АУ должно быть, чтобы показать, что светофор работает адаптивно. В данном случае не посчитать, какой цикл работы светофора, не посчитать, сколько секунд ему можно гореть зеленым. Поэтому он вот прочерк ставит. Это может быть ЛАУ, может быть РУ – ручное управление, или ЛАУ – локальное адаптивное управление. Это зависит от конструктивного исполнения табло обратного отчета времени и что оно может высвечивать. В простейшей ситуации мы делаем бегущую строку посередине табло. Для чего это делается? Для того, чтобы наши подрядные организации, выезжая на адрес, видели, что табло обратного отчета времени работает и его не нужно ремонтировать. Еще один представитель семейства светофоров, и, наверное, если бы мы про него не рассказали, было бы неправильно. ТЕС-7 называется это чудо, этот гибрид между регулируемым пешеходным переходом и нерегулируемым пешеходным переходом. Преимущество в том, что он работает на солнечных батареях, то есть работает постоянно, не требуется сложных каких-то электрических коммуникаций для того, чтобы он заработал. Но, по сути, это нерегулируемый пешеходный переход, которым просто привлекают внимание при помощи специального сигнала, в данном случае в виде светофора желтого цвета. В любом случае это лучше, чем ничего, особенно в темное время суток. Обустройство регулируемого пешеходного перехода – это достаточно дорогостоящие мероприятия, которые в том числе зависят от точки питания, электроэнергии, которые нужно подвести к светофорам. Зачастую эта точка питания находится либо далеко, либо нужно делать опосредованное подключение светофоров. И, учитывая ограниченность финансирования, бюджетного финансирования, но, тем не менее, ставя перед собой задачу повышения уровня безопасности дорожного движения, мы применяем светофоры Т7. Как правило, они работают на световых панелях в комплексе с аккумуляторными батареями. Нам, автомобилистам, вообще очень интересно, если эффект от этого развития управления дорожным движением меньше ли пробок. Так вот, эффект есть между первым и четвертым уровнем, который, в общем-то, применяется сейчас. Где-то 20% быстрее трафик проезжает, чем, если мы говорим, когда светофоры не управляются, когда они работают по старинке в каком-то обычном режиме, который один раз посчитали и больше не переключают. Поэтому, согласитесь, приятно на 20% быстрее доезжать до работы или до дома. Работа автоматизированной системы управления дорожным движением с светофорными объектами, которыми мы занимаемся, на мой взгляд, одна из центральных систем вообще умного города, интеллектуальной транспортной системы, о которой вообще имеет смысл говорить. И, имея уже эту систему, ее можно функционально расширять, углублять, нагружая определенным функционалом. Более того, я абсолютно уверен, что это базовая система для дальнейшего движения беспилотного автомобиля. Время программы подходит к концу, а значит, пришло время подводить итоги. Сейчас мы видим с вами, что светофоры на наших дорогах стали адаптивными, но скоро, наверное, настанет счастливое будущее, и вообще светофоры будут с искусственным интеллектом. А нам остается лишь дожить до этого счастливого будущего. Вы смотрели «Автограф», я Александр Холго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!